здравствуйте уважаемые зрители youtube канала про цветок сегодня с вами я пашкевич анна и в данном видео хотелось бы рассказать о подкормке рассады томатов первое на чем бы хотелось остановиться это отсутствие необходимости подкормки нашей рассады в первые 10 12 ну максимум 14 дней поскольку природа сама позаботилась и заложила все необходимые питательные вещества в наше семечко когда семя начинает прорастать трогается в рост из сложных запасных питательных веществ получаются более простые они переходят в ростовую зону нашего зародыша и таким образом питают наше будущее растение не секрет что опытные овощеводы помогают семени в виде каких-то предпосевных обработок любят люди замачивать в гуминовых растворах растворах микроэлементов янтарной кислоты такой прием позволяет сократить время всходов сходы получаются более дружные энергия прорастания увеличивается и такое замачивание семян можно условно считать нулевой подкормкой когда мы проводим пикировку необходимо остановиться с подкормками поскольку пикировка является специфической стрессовой ситуации для молодого растения а мы знаем что любая стрессовая ситуация она тормозит ростовые процессы и растение направляет больше энергии для восстановления если еще начать его кормить то вероятно того что мы усугубим эти стрессовые условия и таким образом отодвинем развитие вегетативной части растения и приблизим развитие генеративной части и впоследствии наша рассада испытавшая стресс будет раньше срока формировать цветочные кисти и таким образом хорошего урожая мы не получим если же мы переводить проводим не пикировку а перевалку то есть без повреждений корневой системы то первую подкормку можно проводить уже спустя там несколько дней от момента перевалки что хочется сказать про первую подкормку конечно же после того как вы или перевалили растение или пропикировали его соблюдением сроков этого процесса необходимо помочь корневой системе заработать заполнить полностью земляной ком сформировать достаточное количество мочковатой корневой системы для того чтобы впоследствии мощная корневая система дала старт развитию наземной или зеленой части растений и таким образом способствовало получению высоких урожаев для того чтобы запустить активно нарастание корневой системы самым оптимальным вариантом минеральных удобрений является удобрение фосфорное как правило это фосфорное или калийно-фосфорное например монофосфат калий с формулой 052 34 или пикацит с формулой 060 20 то есть те удобрения у которых отсутствуют либо в минимальном количестве присутствует азот и в большом количестве это более 50 процентов присутствует фосфор почему именно фосфор это этот элемент он способствует активному нарастанию корневой системы поглощением корневыми волосками кислорода из почвы и таким образом корневая система она как я уже говорила активно развивается после того как у вас формирована корневая система об этом можно судить например достав нашу рассаду из ячейки вот видно что хорошо сформирована корневая система она будет являться залогом будущего урожая и развития наземной части можно приступать к формированию наземной или зеленой части растения и уже сделать акцент на азот содержащих удобрениях конечно лучше не рисковать использовать азотное удобрение в какой-то сбалансированный или нейтральной формуле типа 20 20 20 или 21 21 21 есть такие минеральное удобрение либо амафоска а за фоска пользоваться чисто какими-то селитрами не следует поскольку мы все-таки говорим о рассаде а не взрослых растениях рассада у нас крайне чувствительно в начальных этапах своего развития и когда вы приняли решение в пользу формирование наземной части томатов то готовить небольшими концентрациями азотные растворы и проливать под корень как в случае с фосфорными так и в случае с азотными подкормками все это корневые подкормки и первое и второе лучше проводить последовательно в несколько приемов небольшими дозами условно говоря через 2-3 дня между этими подкормками по 10-15 миллилитров под корень разница по времени между фосфорными подкормками и азотными подкормками составляет где-то две недели то есть вы сначала распекировали рассаду или перевалили а затем вы ждали время если есть необходимость или этого не делали подкормили последовательно фосфорными удобрениями и через две недели приступили подкормках подкормкам азотными удобрениями после того как вы уже получили в среднем месячную месячный сеяниц который вот является такой полноценной рассадой готовой к дальнейшему росту и развитию необходимо ей помочь получить максимальное количество воздушного питания то есть запустить процесс фотосинтеза на мощность максимальную для этого есть хорошее удобрение которое содержит и магний и серу это сульфат магния кормить можно как под корень так и по листу как правило готовится раствор из расчета 10-15 грамм сульфата магния на 10 литров воды если это будет листовая подкормка или 20-25 грамм сульфата на 10 литров если это будет прикорневая подкормка перебарщивать с подобными подкормками также не следует и вообще когда мы говорим о подкормках рассада то существует золотое правило что лучше не докормить чем перекормить потому что перекормленная рассада это рассада которая либо запаздывает в своем вегетативном развитии либо как я уже говорила быстрее переходит генеративному развитию либо это жирующая рассада которая оттягивает наступление сроков завязывания цветков и соответственно плодоношения после того как вы подкормили всеми основными минеральными подкормками можно переходить в качестве каких-то профилактических и стимулирующих роста развития вашей рассады к подкормкам микроэлементами на сегодняшний день существует пять основных микроэлементов кормить лучше по листу в утреннее время это железо цинк магний этими например этими микроэлементами лучше брать эти микроэлементы в хелатной форме они форме удобрений и кормить по листу как я уже говорила конечно когда вы принимаете решение о том кормить растение или не кормить сначала необходимо посмотреть на его внешний вид растение само подскажет о том что ему не хватает например о недостатке фосфора будет свидетельствовать изменение нижней стороны листа зеленого цвета на фиолетовую и также листья они будут становиться такими вот под острым углом напоминает так называемую елочку значит однозначно не хватает фосфорного удобрения если у нас как вот у нашей рассады здесь не знаю сколько хорошо видно идет пожелтение именно нижней части листов с последующим их опаданием это говорит о том что не хватает азота если наша рассада начинает вытягиваться либо становиться такой светло-зеленый или того хуже желтеть по всей поверхности зеленой массы то это говорит об избытке азота то есть необходимо постоянно контролировать внешний вид вашей рассады и принимать грамотное взвешенное решение помимо основных минеральных подкормка подкормок органических и микроэлементных есть подкормки которые призваны улучшать качество воды например подкормки растворами янтарной кислоты потому что к сожалению если мы будем активно кормить растения но при этом наша вода будет содержать большое количество карбонатов и бикарбонатов кальция а это распространенная практика в современном мире наверное у всех то часть элементов она будет либо плохо усваивается либо вот в случае микроэлементов они вообще не будут поступать к нашим растениям поэтому наряду с подкормками необходимо также делать акцент на воду которой вы проливаете ваши растения и в случае необходимости добавляя 3 5 грамм янтарной кислоты на 10 10 литров воды таким образом вы будете снимать вот это вот негативное действие карбонатов бикарбонатов или вот это вот известкование воды напоследок хотелось бы отметить что любая рассада она является залогом будущего урожая поэтому именно грамотный подход именно комбинирование различных видов подкормок именно своевременное технологическое проведение этих манипуляций позволит вам в последующем получить высокий и вкусный урожай всего доброго подписывайтесь на канал про цветок и с нами вы узнаете еще много интересного и полезного